МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Севере замечено большое количество террористов из сирийского едлиба Лавров. Число турпоездок в Армении из России выросло на 24% в 2019 году. Фестиваль Хачатуряна примет в Армении известных музыкантов. Принимая во внимание тот факт, что хартия введена правительством Турции, которая противоречит предыдущей пятой патриаршей избирательной хартии, которая также противоречит Лозаннскому договору и международным обязательствам правительства Турции в целом, имея в виду, что Турция ставит под сомнение полную действительность Лозаннского договора. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года однозначно в этом отношении, статья 60-я. Грубое нарушение договора одной из сторон многостороннего соглашения дает право другим сторонам в одностороннем порядке приостановить действие договора полностью или же частично. Поэтому мы призываем правительство Западной Армении объявить недействительность статью 37.45 части 3 Лозаннского договора «Защита меньшинств и применить северский мирный договор», подписанной Турцией 10 августа 1920 года в Севере. 93-я статья с 1 по 8 дополнительного протокола, ратифицированного Западной Арменией 24 июня 2016 года, касающийся защиты религиозных и этнических меньшинств. Настоящий дополнительный протокол подписан с одной стороны Британская империя, Франция, Италия, Япония, основные союзные державы и Армении с другой. Учитывая, что основные союзные державы признали Армению суверенным и независимым государством, Армения желает привести свои институты в соответствии с принципами свободы и справедливости и дать надежду гарантии всем жителям территории, над которыми она взяла или приобрела суверенитет. Сторона желает обеспечить реализацию статьи 93 мирного договора с Турцией. Глава 1, статья 1. Армения обязуется, чтобы положения, содержащиеся в статьях со 2 по 8 настоящей главы, были признаны в качестве основных законов, чтобы ни один закон, постановление или официальное действие не противоречило этим положениям, и что никакой закон, регулирование или официальное действие не имели преимущества над ним. Статья 2. Армения обязуется предоставить всем жителям полную и всеобщую защиту их жизни и их свободы без различия по признаку рождения, национальности, языка, расы и религии. Статья 3. Армения обязуется признать положения, которые основные союзные державы могут счесть целесообразным для добровольной и взаимной эмиграции лиц, принадлежащих к этническим меньшинствам. Статья 4. Все граждане Армении равны перед законом и пользуются одинаковыми гражданскими и политическими правами без различия расы, языка или же религии. Правительство Армении в течение двух лет после вступления в силу настоящего договора основным союзным державам представит проект избирательной системы с учетом этнических меньшинств. Различие в религии и вероисповедании не должно наносить ущерб любому гражданину Армении в отношении осуществления гражданских и политических прав, особенно для приема на государственную должность. Возданную почести и награды или практику различных профессий или же отраслей. Не должно быть никаких ограничений на свободное использование любым гражданинам Армении любого языка в частных или коммерческих отношениях, в религии, в прессе или в публикациях любого рода или на публичных собраниях. Несмотря на установление правительством Армении официального языка, армянским гражданам должны быть предоставлены соответствующие возможности для использования их языка в устной или письменной форме в судах. Статья 5. Граждане Армении, принадлежащие к этническим, религиозным или языковым меньшинствам, должны пользоваться тем же режимом и теми же правовыми и фактическими гарантиями, чтобы и другие граждане Армении также пользовались ими. Они имеют право создавать, направлять и контролировать за свой счет благотворительные религиозные и социальные учреждения, школы и другие учебные заведения с правом свободно пользоваться своим языком и свободно исповедовать свою религию. По этому случаю, в качестве потомков-экспатриантов Западной Армении и как Совета Армян Константинополя, мы официально объявляем, что будем восстанавливать приход Константинополя и Карин временной резиденции в Швейцарии. Совет Армян Константинополя. Самый высокий музей под открытым небом гора Немрут в провинции Самосад Западной Армении покрыт толстым слоем снега. Гора Немрут включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как восьмое чудо света высотой в 2206 метров. Заснеженные горные дороги теперь постоянно убираются специальными бригадами. Толщина снега иногда достигает 1 метра, а температура значительно ниже нуля. Комплекс на горе Немрут представляет собой святилище, окруженное огромными статуями армянских языческих богов 8-9 метров высотой. Отправки турецких буровых судов от их Иевус на шельф Кипра Турция теперь хочет отправить третье буровое судно в Средиземное море. Как пишет газета Times, этот шаг является вызван для Европейского Союза, несмотря на многочисленные предупреждения из Брюсселя. В статье под названием «Хитрая Турция отправит третье буровое судно» говорится, что Турция ведет переговоры о приобретении третьего бурового судна. Наиболее вероятным кандидатом, у которого Турция может приобрести буровое судно, является Норвегия, у которой Турция также приобрела первые два буровых судна. По словам Турции, сама провозглашенная Республика Северного Кипра также имеет право на водные ресурсы острова, но власти Республики Кипр не согласны с этой позицией, отметив, что Республика Кипр является единственным официально признанным государством на этом острове. Российский министр отметил, что Джабхат Ан-Нусра де-факто взяла под свой контроль зону деэскалации в Идлибе, продолжая наносить удары как по позициям сирийских войск, так и по гражданской инфраструктуре. По словам главы российского МИД Идлиб, превратился в рассадник терроризма, а Турция, несмотря на взятые на себя обязательства, пока не в состоянии сепарировать действующую там оппозицию от террористических группировок. Тревожным фактом является то, что террористы, которые засели в этой зоне, они еще не распознаются по регионам. Большое их количество замечено в Ливии, подчеркнул министр. В настоящее время в Триполи находится марионеточное правительство национального согласия Ливии, которое полностью подконтрольно западным странам и напрямую связано с террористическими группировками, вроде Исламского государства и Аль-Каиды. Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию с целью освободить столицу страны от боевиков. Турция при этом поддерживает террористов, связанных с ПНС. Анкара неоднократно была увлечена в поставках оружия и техники террористам ПНС Ливии. Туристический портал Турстат представил рейтинг стран по популярности у российских туристов в 2019 году. Число турпоездок в Армению из России выросло на 24%, до 400 тысяч за 9 месяцев 2019 года. Армения занимает 21 место по выездному туризму из России. Турция, Финляндия и Казахстан лидируют по туризму из России за рубеж в этом году. Общее число выездных туристических поездок из России за рубеж выросло на 7%, до 35 миллионов 200 тысяч в 2019 году. Рейтинг выездного туризма из России составлен по результатам анализа статистики выездных туристических поездок из России за рубеж за первые 9 месяцев этого года. Открытие 7-го международного фестиваля Арама Хачатуряна ознаменуется совместным концертом Государственного симфонического оркестра Армении и лауреата премии Грэмми Максима Венгерова, который состоится 14 декабря в концертном зале Арама Хачатуряна. О фестивале и программах оркестра корреспондент Армен Пресс беседовал с художественным руководителем и главным дирижером оркестра Сергеем Самбатяном. Говоря о специфике фестиваля, он отметил, что фестиваль представляет Арама Хачатуряна как лидера его музыки и его видения. По словам Самбатяна, произведения Хачатуряна очень армянские, но и универсальные. Когда мы говорим Армении, армянская культура, не можем не вспомнить Хачатуряна, конечно, который является лидером. Он герой, чья музыка мотивирует всех нас, подчеркнул дирижер. В рамках 7-го международного фестиваля Хачатуряна будут проведены 5 концертных программ, 3 симфонических и 2 камерных. Сольный концерт «Лилит Кригорян» состоится 17 декабря в Доме камерной музыки имени Комитаса. Она исполнит произведения Хачатуряна, Шопена, Рахманинова и других композиторов. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Карлину Кирти. КОНЕЦ КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова